Эти фото сделаны 3 декабря 1984 года утром этого дня улицы Пхопала усеяли 3000 мертвецов и 1000 трупов кошек, собак, птиц и коров. Но это были только первые жертвы аварии на американском химзаводе Union Carbide, каждый следующий день сотнями умирали и умирали отравленные ядами пхопальцы. Минимальная оценка числа погибших от прямых последствий аварии — 18 тысяч человек. Химический завод находился рядом с городом и уже более 15 лет производил пестициды. Для производства основного инсектицида — сейвина — необходим метилиза цианат, мид-Ц и фазген, фазген использовался еще с Первой мировой войны как боевое отравляющее вещество. Мид-Ц — это смертельный ядовитый газ, при концентрации его в воздухе более 0,05 мг на кубометр он наносит всему живому в зоне поражения тяжелые повреждения, сжигает слизистую, глаза клетки легких заполняются кровью и начинается их отек с высоким риском смерти от удуши или получения пожизненной инвалидности. Руководство Union Carbide отлично знало, что такое метилиза цианат. Газ испаряется при нагреве 39 градусов и нуждается в особых условиях хранения, особенно в жарком климате Индии, кроме того, необходимо полная изоляция мид-Ц от внешней среды, так как добавление воды в жиженный газ вызывает реакцию с выделением тепла, а значит, нагрев и испарение этого яда. Три цистерна с мид-Ц были вкопаны на заводе в Пхапале в землю и снабжены на случай аварии несколькими системами безопасности. При начале экзотермической реакции можно было применить несколько средств спасения, один, так называемый скрубер, подключенный к цистерне нейтрализатор яда, два, холодильник с пустой цистерной, куда можно перекачать ставший нестабильным мид-Ц, три, факел, по сути, труба, в которой попадает испаряющийся газ и где он сжигается, четыре, если все это не предотвратило утечку, рабочим следовало поливать водой из бронспойтов вверх трубы, выбрасывающей пары мид-Ц, холодная водяная завеса предотвращает распространение газа. Кроме того, в цистернах должна стоять заглушка, блокирующая попадание воды. В общем, на заводе имелось достаточно средств безопасности. Тем не менее, в 0 часов 30 минут 3 декабря 1984 года в одной из цистерн Мид-Ц началась мощная реакция, в цистерну попала вода. Предохранительный клапан был сорван, и газ вырвался наружу. Полтора часа 42 тонны яда облаками валили из трубы завода. Мид-Ц распадался на многочисленные опасные соединения, в том числе цианистые кислоты, цианистый водород, угарный газ, оксиды азота и фазген. Газовое облако в прохладную ночь окутало плотно населенный трущобный район Пхапала и стало стелиться по земле, заползать в открытые окна и дверные щели. Дети глотали яд во сне и умирали, не успев проснуться и что-то понять. Взрослые просыпались от жуткой боли в груди и начинали откашливать легкие, их тошнило кровью, они задыхались. Кто мог, выбегал на улицу и бежал, куда глаза глядят, если везло, то подальше от газового облака. Хазира Би, одна из жительниц, вспоминала, люди падали на землю, изо рта у них шла пена. Многие не могли открыть глаза. Я проснулась после полуночи. Люди выбегали на улицу кто в чем был, бежали, глотали еще больше отравы и в кошмарных мучениях умирали. Кого-то задавили в паникующей толпе, кто-то умер к утру у больницы, не дождавшись помощи. Врачей на всех не хватало, да и они едва могли помочь, завод вовремя не поднял тревогу и не проинформировал докторов, чем отравлены люди. В первые три дня после аварии погибло 8 тысяч человек, еще 10 тысяч, в последующие месяцы и годы. Хуже всего пришлось детям. Газ распространялся у земли, так что чем ниже рост человека и меньше его вес, тем больше концентрация яда. По масштабу жертв, случившиеся в Пхапале, до сих пор остается крупнейшей техногенной катастрофой в истории. По сравнению с этим чернобыльский четвертый энергоблок нервно чадит в сторонке. В Пхапале в 1984 году жило 895 тысяч человек. Пострадало и получило медицинскую помощь 574 тысячи человек, из них более 200 тысяч дети. До сих пор более 140 тысяч человек страдают от тяжелых заболеваний, вызванных аварией, многие остались инвалидами. Никого не эвакуировали, а почву вокруг завода и в городе не дезактивировали. На территории завода, закрытого вскоре после аварии, все еще хранятся сотни тонн опасных химических веществ. Когда идет дождь, яды через почву попадают в грунтовые воды. Жители пьют отравленную воду и едят отравленную пищу. До сих пор в Пхапале рождается большое количество больных детей, там высокая заболеваемость раком и другими опасными болезнями. В чем причина аварии? Как вода попала в цистерну, все еще неизвестно, скорее всего, по ошибке плохо обученного персонала во время рутинной промывки заводского оборудования. Но вода при всех системах безопасности еще не гарантировала катастрофы. Сразу же после случившегося в руководстве компании, прежде всего, директор Уоррен Андерсон, заявили, что вина лежит на некоем злоумышленнике, устроившем саботаж и специально налившем воду в цистерну с митце. Мол, это мог быть мстительный уволенный рабочий. Но доказательств этой версии, перекладывающей ответственность Сюниан Карбайт на таинственного саботажника, до сих пор не было представлено. Зато расследование аварии выявило огромное количество свидетельств преступной халатности топ-менеджмента. Еще за несколько лет до аварии завод в Пхапале был многообещающим предприятием. Но проблема в том, что производство расширили, но расчет топ-менеджеров на рост рынка пестицидов не оправдался. Засуха 1983-84 ГГ добила платежеспособность спрос индийского сельского хозяйства на пестициды, и завод стал еще более убыточным. Чтобы скомпенсировать этот провал, руководство постоянно сокращало расходы и перестало вкладывать даже минимальные средства в обслуживание и профилактический ремонт систем безопасности. Компания работала по двойным стандартам, положение СТБ на предприятиях в США было кардинально иным, в лучшую сторону. Если бы так экономили на опасном заводе на территории США, то все инспекции его бы давно закрыли для капитального ремонта и модернизации, не дай бог погибнет американский рабочий. Впрочем, затем ведь и размещали производство в развивающихся странах, чтобы экономить на всем подряд. Индийское правительство, в свою очередь, игнорировало это, так как из-за проблем с безопасностью в промышленности Индии вообще можно было закрыть половину заводов. Многолетняя порочная практика экономии привела к целому вороху фатальных проблем и нарушений норм безопасности. Вот только основные. 1. Юниан Карбайт экономила на найме дорогостоящего и квалифицированного персонала. Незадолго до аварии было сокращено 450 сотрудников, в том числе и несколько инспекторов и инженеров систем безопасности. В ночь аварии на заводе не оказалось ни одного такого специалиста. Персонал плохо обучали. 2. В угоду большей производительности в цистерну загрузили 42 тонны МИД-Ц, что в несколько раз выше допустимой нормы. Даже если бы Скрубер в ночь аварии был в полностью рабочем состоянии, он не мог бы справиться с таким объемом. Но. 3. Скрубер не работал. Он уже долгое время стоял на ремонте. 4. Холодильник, в который можно было перекачать МИД-Ц, тоже не работал, был на ремонте, а дорогое Фрион увезли на другие заводы. 5. Факел, который мог сжечь горючий МИД-Ц, вырвавшийся из цистерны, не работал, участок трубы, подлежащий замене, был демонтирован, но замену так и не произвели. 6. Оставалось последнее, бронспойты. Они работали, но были недостаточно мощные, чтобы струи воды достигли вырывающихся из трубы клубов МИД-Ц. Вдобавок ко всему датчики, указывающие на состояние цистерны, дышали на ладан, а часть не работала вовсе. Решить все эти проблемы можно было небольшими вложениями, но руководство завода не стало, предпочтя, как и долгие годы до этого, и дальше полагаться на ОКЛ Райт. Все ведь так и было. Ну, почти, небольшие утечки с тех пор, как началась строгая экономия, стали нормой, и на заводе уже бывали смертельные случаи отравления отдельных рабочих. Когда случилась утечка и внезапный скачок давления в цистерне СМИД-Ц 3 декабря 1984 года, операторы приняли это за обычную мелкую неисправность. Когда поняли, что происходит, было уже поздно, а работающих средств спасения — никаких. Завод закрыли, но руководству компании все сошло с рук. Правительство США отказалось выдать Инди виновников трагедии под предлогом того, что они не сделали ничего плохого американским гражданам, а значит, наказывать их не за что. В 1989 году компания Union Carbide выплатила жертвам аварии ничтожную сумму в 470 миллионов долларов в обмен на отказ от исков и претензий. Семьи погибших получили по 2058 дол, пострадавшие инвалиды — по 800-900 дол. И на этом — все. Union Carbide отказалась заниматься очисткой зараженной местности. В 2010 году семь топ-менеджеров завода Индийский суд приговорил за непреднамеренное убийство к 2100 дол. Штрафу и двум годам заключение условно. Интересно, как бы отреагировало правительство США, если бы индийская компания